Жить, чтобы творить. С таким мироощущением подошел к своему 70-летию художник Шапир Абадана. В полной мере это чувствуется там, где происходит чудо-творение. И потому лучшего решения, чем провести юбилейную выставку в Доме художника, не нашлось. Только здесь можно погрузиться в сказочный мир, который создал художник, скульптор и поэт Шапир Абадана. Мы там, где творят эти картины, мы там, где они рождаются, где появляется замысел, где созревает само произведение. Очень важно замечать и все делать для того, чтобы такие особенные люди в творчестве, в искусстве, они находили всегда поддержку. Иначе как особенным Шапира Абаданова и не назовешь. Инженер-строитель по профессии, педагог по основному виду деятельности, вечный романтик по мироощущению. Шапир Абдул-Кадырович главным делом своей жизни считает живопись. Я заболел болезнью художника, я называю болезнью художника. Если я 3-4 дня без ручки, без карандаша, без кисточки, без красок остаюсь, я болею. И когда вот нервничаешь, то сразу иду, беру за краски, за кисточки и все исчезает. Я и говорю всегда, мне нейропатологи, они не нужны. Самое успокаивающее средство для меня – работа с кисточками, с красками. В прошлом Шапир Абаданов занимался оформительским делом, последние годы увлекся скульптурой. А еще он пишет стихи. Среди почитателей поэзии Шапи оказались и его внуки. Вид на удар храбреца, успокоил наглеца. Ушел, скрипя зубами, нету драки между нами. Боится только слабак, крокодилов и собак. Не бойся, друг, ты тоже, ведь быть трусом не боже. Вроде бы такая же непритязательная, простая, наивная, но тоже очень искренняя. И вот сегодня его внуки читали стихи, и я вдруг Чуковского услышала какие-то. И там нет подражания, конечно. Ну вот детские стихи Чуковского, Корнея Ивановича, на котором мы все выросли, выросли наши дети и наши внуки сейчас растут. Там вот прямо оно звучит удивительно. И в рифме, в ритмике, в самой, в каком-то образном строе. Дышащая силой и настроением творчество Шапира Баданова пришлось по вкусу не только неискушенному зрителю. По достоинству его оценили и искусствоведы. С этого момента в жизни художника-самоочки начались выставки и поездки. Всего на счету Шапира Баданова участие более чем в 40 республиканских, зональных и всероссийских художественных выставках, в том числе 9 персональных. Он участник всех групповых выставок самодеятельных художников проекта «Самородки», осуществляемого Республиканским Домом Народного Творчества с 2013 года. Мы, Министерство культуры, Республиканский Дом Народного Творчества, сегодня очень рады вместе с Союзом Художников Дагестана, что у нас вместе с Шапи еще одна экспозиция, еще одна выставка получилась. И сегодня благодарны быть Богу, что вот такой день у нас есть в Дагестане. Маленький, большой, но это праздник, по-настоящему праздник. Шапир Абаданов – член Союза художников России с 2002 года. Он имеет множество наград, почетных грамот, в том числе Министерство культуры и правительства Республики Дагестан. У него много поклонников в Дагестане и за его пределами. Недавно Шапи Абдул-Кадырович был выдвинут на присвоение почетного звания заслуженного художника Республики Дагестан. Работы Шапира Абаданова сегодня находятся в музеях и частных коллекциях, не только в Дагестане, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Азербайджане, Узбекистане, Сирии и так далее. В 2019 году Шапи Абдул-Кадырович участвовал в Международном симпозиуме «Аланика», куда он был приглашен известным московским искусствоведом Пацюковым, заинтересовавшимся творчеством дагестанского наивного художника. Он был в абсолютном восторге. И он тогда Шапи пригласил участвовать в намечающемся, в готовящемся тогда проекте, таком художественно-процветительском проекте «Аланика» в Владикавказе, который должен был проходить. И я, честно говоря, была даже удивлена. Ну вот наш художник наивный, там Владикавказ, там. Тем не менее Шапи, по-моему, там затмил всех. И он сделал тогда прекрасную серию именно сетинских пейзажей. Им заинтересовались очень многие. И там, кстати, присутствовала Марина Лошак, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина, который Шапи тоже покорил. И который собирается приехать в Дагестан и посетить его мастерскую. И даже на предмет, может, приобретение для музея. Вот музея такого мирового уровня, работ нашего художника. Путь к своему призванию у Шапи Рабаданова был извилист. Так сложилось, что, несмотря на рано проявившиеся способности к рисованию, всерьез за кисть он взялся в зрелом возрасте. За плечами уже было образование инженера-строителя, внушительный педагогический стаж учителя по рисованию и черчению, опыт агронома и животновода, а в тылу – большая и дружная семья. И вот в душе художника по-настоящему разгорелась искра творчества. Захотелось мне нарисовать портрет брата. Вот взял я фотографию, и у нас в чердаке лежали старые простыни. Отец был директором школы, и списывали старые простыни. У нас валялись в чердаке. Я оттуда брал этот простынь, разрывал. Как я говорю, обычно к грунтовку там никакого отношения не имел, потому что такую грунтовку я не знал. Прямо накладывал туда краски за счет красок и грунтовал. Образ Родины в творчестве Шапира Баданова наполнен всеми красками национального колорита. Это настоящая энциклопедия жизни дагестанского села, понятная и близкая нашему зрителю. В работах много интересных деталей, бытовых подробностей. Какие-то из них еще сохранились в жизни народа, какие-то безвозвратно уходят. Для меня самое главное здесь было за пятьдесят лет. Были народы, села, это вымышленные. Где-то чего-то наблюдал, оттуда одно брал, другое с другого места брал. И это все сочетание. Я более пяти тысячи месяцев писал эту картину, потом кое-где менял. Определенная часть ностальгии есть, потому что там люди были простые, которые не умели не обманывать. И все равные. Там взаимоуважение. Вот эта человечность была тогда намного выше, чем сейчас. И как-то мне в тот мир захотелось, в мир детства как-то вернуться тоже. Вот так я посмотрю. И сейчас приезжают ко мне люди, смотрят и радуются. Свадебное застолье, сбор абрикосов, водопой, сцена жертвоприношения, рыбалка. На первый взгляд мир обыденный, даже немного скучноватый. Но вглядимся внимательнее в эти нехитрые сценки. В них рассказ не столько о быте, сколько о бытии, о жизни и смерти, добре и зле, любви и ненависти, труде и празднике. Изображение конкретного эпизода воспринимается здесь не как фиксация момента, но как назидательная история на все времена. За этим наивом система мировидения, отметающая все случайное, сиюминутное. Та самая непосредственность, чистота, детский незамутненный взор на окружающий мир, на людей, на природу. Он подкупает всех и на все времена. Безупречное знание истории изображаемого сражения, умение создавать многофигурные композиции с большим количеством вспомогательных деталей – это далеко не все, чем нужно владеть для создания батальных картин. Не каждому профессиональному художнику это под силу. Шапир Абаданов легких путей в искусстве не ищет. Воссоздать знаковую страницу истории родного села на холсте было для него лишь делом времени. Здесь изображена сцена взятия Кадара Тимуром, 1397 год. Но прежде чем написать эту картину, мне пришлось много изучать исторических материалов, архивных материалов, чтобы понять, что же тогда одевали люди, какое у них вооружение было. Ростоверность я постарался соблюдать. Поэтому изучал сначала материал около двух лет, наверное, спрашивал историков из местных и других. А после этого я сама работа заняла у меня около пяти месяцев. Потому что расположить людей, это же фотографий нету, это мне надо было располагать каждую фигуру и по удаленности, по перспективе вот это все надо было соблюдать. И поэтому немножко тяжелая эта работа, но зато она бесценная работа, я считаю. Для меня она самая дорогая работа сейчас на данный момент. Вообще, любовь к родному краю питает интерес Шапи Абдул Кадыровича не только к истории давно минувших дней. Душа художника чутко откликается и на события современности. Боль и страдания земляков трагического 99-го пронзительным эхом отозвались поэзии и живописи Шапира Баданова. Оттуда у меня мать из Карамахи, отец Кадара. Там у меня много родственников, очень сильно задела эта война. Про него даже у меня стихотворение из Советии Карамахонской зоны. На холст художника Шапи Абдул Кадыровича просятся не только живописные виды, но и люди. В его портретной галерее как известные деятели дагестанской культуры, так и простые люди – односельчане, знакомые и, конечно, члены семьи. Несмотря на характерную для непрофессионального искусства идеализацию, эстетичность образов, художнику удается передать портретное сходство и, главное, индивидуальные черты его характера. И все же излюбленный жанр художника – пейзаж. Большая часть из его 200 живописных произведений посвящена природе родного края, включая многочисленные виды родного Кадара и соседних сел. Окрестности Шамхал-Термена, вид на Шалбуздак, население Ахайхи, Цудахар, Куруш, горы и реки, водопады и долины, десятки картин, написанных, казалось бы, в единой манере, но в каждой присутствует особое настроение. Методом проб и ошибок я постигал вот это все. Ну а потом, все-таки, чтобы мне легче стало, я начал изучать работы других художников, известных художников, пейзажистов Шишкина, Айвазовского. Как они изображают воду, как они изображают эти деревья, ветки. Я вначале работал над копьями. У меня много работ в Махачкале, которые я делал большие копии размерами своими, которые были на самом деле у Шишкина. И оттуда опыт. Я потом и начал пробовать свое дело, и постепенно получалось. Неуемный экспериментаторский дух подвиг Шапе Абдулкадыровича попробовать себя и в качестве скульптора. Первый экспонат появился 8 лет назад с подачи одного из 18 любимых внуков. Никогда не думал, что я буду делать скульптуры. Просто я раньше скотт держал тут лет 10-12 тому назад. И эти маленькие внуки подходили туда и смотрели, они говорили, сделай, Татай говорит, сделай такое нам как-нибудь. Я говорю, хорошо, хорошо. Я думаю, может, получится, что попробовать. Сделал этого бика. Первая удача только раззадорила внуков Шапе. И посыпались заказы. Всякие разные зверушки, сказочные персонажи. Настал момент, когда Шапе захотел сделать скульптуру по зову собственной души. И он создал изваяние счастья матери. Посвящение женщине-матери. Эта тема была им глубоко прочувствована. Материнской ласки-то у меня особо, может быть, и не было, и братья. Отец наш разошелся, когда мне было 5 лет, а брату было всего 3 года. Ну, потом нас воспитывала прекрасная женщина. Вот она неродная, я не могу сказать, что она неродная, русская женщина, Раиса Тимофеевна. Поэтому я и дам уважение своей матери, и неродной матери. Вот это я думаю, что вообще дам уважение всем матерям. Это же великое дело иметь детей, растить детей. Это наше будущее. Рука скульптора Шапира Баданова крепла. Творческие задачи усложнялись. Появляются сценки бытового или этнографического характера, нелишенные юмора и психологизма. Особенно Шапиу даются сатирические образы определенных типов национальной ментальности. Муж подкаблучник, подобострастный чиновник, танцующая пара. Есть среди его работ и образы, наполненные патриотическим пафосом. Они на праздник вишни, радостной семьей. Вот флаг, наши атрибуты основные, герб России. Вот с ребенком она опять мать, это будущее. И вот отец семейства. Они радостные выходят. Я бы хотел показать, чтобы с гордостью несли вот этот наш флаг и наш герб. На изготовление одного персонажа у мастера уходит примерно 15-20 дней. Но до начала технической работы выполняется эскиз. Делаются рабочие чертежи. Затем с помощью рук, ножа, стамески и других инструментов лепится объем. Усовершенствуется форма. Поверхность зашкуривается и грунтуется. А после затвердения материала раскрашивается в яркие цвета. К техническому решению скульптурных идей Шапи Абдулкадырович тоже пришел методом проб и ошибок. В основе всех металлических каркасов. Остальные параметры задает сама скульптура. Фигуры малой пластики, например, покрываются гипсом. Крупные заливаются бетоном. В больших фигурах я делаю, чтобы они были легче. Беру баклажки, говорим мы, емкости свободные, как есть, пластмассовые, их туда заталкиваю. И заливаю туда как можно жидкий такой бетон. Получается такой, внутри этих баклажек проходит бетон, и жесткая фигура получается, и в то же время легкая. Вот так они внутри, у всех они пустоты почти что, где возможно. Эти работы все три сделаны отдельно. Я их посадил отдельно. Потом я здесь их объединился, объединил сваркой и продолжил. Дело мастера боится. В правоте этого утверждения Шапир Абаданов убеждается с каждым новым творением. Без творческой дерзости такую махину, как этот динозавр, например, в одни руки не соорудить. И тут не только желание угодить любимому внуку. В арсенале мастера внушительные инструменты. Инженерное образование и неисчерпаемая смекалка, помноженные на неистощимое трудолюбие. У меня в мыслях не было делать джакея. Потом, когда я делал лошадь, я понял, что на задних двух ногах делать очень тяжело. Равновесие потеряться. Вот здесь арматура идет, вот отсюда, отсюда опоры через руку и до ноги. Вот нога и этот на одной линии. Получается опора, правда, прогнутая, но она опора для лошади. Не дает упасть лошади. Это равновесие держит. И еще дополнительный отдел, задний хвост, короче, прикреплен внизу арматурой. Поэтому она, массивность есть, устойчивость есть, уже несколько лет, ни трещин, ничего, держится нормально. И дети лезут, и взрослые лезут на коня, фотографируются, приходят тут и держат. Значит, опоры нормальные. Сегодня более 40 неподвижных обитателей прибольно расположились во дворе дома Шапира Баданова в Шамхал-Термене, встречая гостей и вызывая добрые улыбки. Какие животные, какая корова настоящая, ну вот эти маленькие все, значит, скульптурки большие. И это, знаете, это отношение не только к высоте и, значит, к росту, к размерам скульптур. Это выражение, вот, отношение, что не надо бояться. Нужно стараться понимать весь окружающий мир, друг друга. И все тогда будет оживать и будет вместе с тобой. Пожилые женщины, мужики, которые на соболезнование приезжают в наш поселок, заходят ко мне, стучатся в ворота, можно там, и на Аварском даже, которые не понимают ни русского нормального, вот так смотрят, удивляются и благодарят, уходят. Этого мне достаточно. В общем, мне ничего не надо. Шапи Абдулкадырович щедро делится своим опытом с подрастающим поколением. Разумному, доброму, вечному он учит уже не в школе, а в своем пространстве свободы творчества. Детям не откажешь ни в чем. Тем более школьники, когда классами приходят сюда, 20-30 человек радуются, веселятся. И я радуюсь вместе с ними. Это мне помогает дальше работать, делать такие скульптуры, что-нибудь еще новое, что они еще спрашивают на улице, что-то новое есть или нет. Животные, персонажи любимых сказок, живописные и скульптурные образы настоящих людей вводят детей в мир безусловной красоты. Мне кажется, просто этот человек по-особому любит. Он умеет ценить жизнь, ценить все то, что нам дает Бог, что мы можем в этом мире создать и сохранить. И я думаю, что поэтому эти люди излучают тепло, свет, доброту, и поэтому мы к ним тянемся. И они нам очень нужны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok